Добрый день, уважаемые пациенты. Меня зовут Ленкин Сергей Геннадьевич, я врач венеролог-уролог. Сегодня мы обсудим тему налет на головки полового члена мужчины. Но вообще налет на головки может быть физиологическим. Это в том случае, если выделяется смегма. Смегма – это продукт сальных желез, они еще называются тизоновые железы, в области головки и крайней плоти. В таком случае эта проблема решается путем обычного мытья. Иногда назначается наружный дезинфицирующий раствор, такие как, например, хлороксидин. Вот таким образом это устраняется. Также может быть просто из-за долгого отсутствия мытья также налет на головке образовывается. Ну, лечится он просто водой. Ну и большинство, конечно, налета – это патологический налет. Чаще всего это бывает при различных половых инфекциях и нарушении состава бактерий головки. Что делается для диагностики вообще этих половых инфекций? Делается следующим образом. Первое – берется мазок отпечаток с самой головки налета наружу. Там смотрятся воспалительные элементы, смотрятся, соответственно, грибки кандиды или молочницы. Второе – берется вот непосредственно с головки одноразовым зондиком вот такую пробирку ПЦР-анализа. Также я чаще всего присоединяю туда материалы из внутриканала уретры, потому что параллельно осматриваю пациентов, провожу диагностику всех половых инфекций. Там смотрится непосредственно внутренняя структура ПЦР реакцией, ДНК, бактерии, вирусов и так далее, желательно на полный набор. Ну и, наконец, последнее, что делается с головки – это посев на дисбактериоз самого налета непосредственно. Вот такие обследования обычно проводятся на инфекционную причину налета. Если венеролог выясняет инфекционную причину, видит конкретный микроорганизм, то он его лечится после этого. Очень часто налет приписывают грибкам у рода кандида, но, к сожалению, это примерно бывает в одной-пятой случаях. Почему, к сожалению, лечится они достаточно просто. Если бы все налеты были от грибков кандида, то лечение их было бы простое и понятное. К сожалению, так не происходит. Ну и бывают более редкие причины, такие как сахарный диабет, такие как аллергические разные заболевания, при которых также образуется налет. При необходимости диагностики и лечения налета на головки полового члена мужчин, обращаясь к нашу клинику платной КВД к опытным генерологам. Они проведут грамотную диагностику и назначат уже лечение, которое непосредственно влияет на причину, что в большинстве случаев приводит к отличным результату и полному излечению. А у нас имеется экспресс-анализ мазка-отпечатка с головки в нашей клинике. Также имеется безболезненная методика забора мазочков у мужчины. И мы сотрудничаем с пятью лабораториями разными, что дает нам возможность использовать самые полные перечни анализов на половые инфекции и самые точные и быстрые лаборатории. Поэтому при образовании любого налета на головке полового члена у мужчин, ждем вас в нашей клинике платной КВД. Спасибо за внимание.